Это программа День с толком в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Две недели без отопления. Почему никто не ремонтирует сети в барнаульском поселке Лебяжье? В переполох в соцсетях барнаульцы заметили два синих трамвая, которые везли в Барнаул. Плену точечной застройки. Несколько семей не могут жить в своих квартирах из-за небоскреба напротив. Две недели без отопления. Жители барнаульского села Лебяжье обратились за помощью в нашу редакцию. 25 лет назад они самостоятельно построили теплосеть и все эти годы ее обслуживали. Ремонт обходился в копеечку. Спустя годы сеть признали бесхозной, но желания сельчан передать ее в муниципальную собственность оставались мечтами. Свет в конце тоннали вроде бы появился, как и шанс на горячие батареи в домах. В Лебяжье побывали наши корреспонденты. Постоянные порывы. К этому лебяженцы за четверть века уже привыкли. Ремонт после одной такой аварии обходится в 12 тысяч рублей. Однако ежегодно необходимо устранять несколько порывов. Долгое время сельчане пытались передать магистраль в муниципальное обслуживание как бесхозную, но все их порывы результата не приносили. И они стали написать администрации города, что это ваша внутренняя сеть. Хотя по закону она внутренне быть не может, она проложена по улице. Внутренняя сеть это то, что от улицы идет до дома. Это внутренняя сеть. А эта сеть, она общая. Последний этап переписки с местными властями длился с марта. Письма были отправлены губернатору, в правительство края и даже президенту. По словам жильцов, отовсюду поступали лишь отписки. Однако недавно прокуратура обязала городские власти взять сеть на учет. Ремонт коммуникации назначили на 2022 год. А пока предоставили трубы, чтобы ремонт сельчане могли провести самостоятельно. Попросили помощи, прислали, дали нам правда трубы, но вместо 96 труб, которые у нас были изначально проложены, 57, ну почти в два раза, меньше диаметр. Естественно, что за неимением других труб вчера начали варить, но поскольку трасса очень изношенная, просто не к чему привариваться. Местные жители и не надеялись на полноценную помощь, планировали работать по привычке, с собственными силами. Однако следом за нашей съемочной группой к месту аварии прибыло руководство Лебяжьего и Центрального района. То есть приварили, она бежит, поэтому отопление что выключили? И дальше вот эту трубу дали на 57-ю, и все, она закончилась, нету больше трубы. Хотя ее смысл сюда ставить, они же замерзнут куда дальше на 57-й трубе. Люди действительно мерзнут. Даже сейчас температура в домах не превышает 10-12 градусов. Приходится спать в одежде, возвращаться к печному отоплению или пользоваться обогревателями. Однако дополнительные источники тепла есть не у всех. Именно поэтому из-за холода многие заболели. Вот здесь девушка, сейчас ее нету, она здесь самая активистка у нас была, у нее дочки два года. У нее в сторону пневмония, она сейчас в больницу с ней поехала, там будет в больницу ложить, скорее всего с мамой. Потому что, ну, вторую неделю без тепла как бы, то есть заболела, простудилась. У них должно быть альтернативное отопление, печки должны быть. Нет печи в доме. Ну, плохо, значит, обогревательное оставить. Однако, исходя из обещаний Анатолия Панченко и главы села Петра Воронкова, искать обогреватели уже не стоит. Тепло должно появиться в течение пары дней. И в этот раз ремонт теплосетей наконец-то выполнят за счет муниципалитета и теплоснабжающей организации. По информации сибирской генерирующей компании, сейчас они не сегодня, а завтра уже заходят на восстановление данного участка. Здесь просто получилось так, что жители чуть-чуть пооперативнее проявили инициативу и сами раскопали данный участок. Ну и, соответственно, нашли трубу и приняли меры по восстановлению тепла. Я думаю, завтра появится. Завтра, да, завтра появится. Конечно, дай бог, чтобы повреждение было за камерой. Но не будет за камерой, будем копать и делать. Погода еще позволяет быстро восстановить этот участок. Но вы видите, в каком состоянии находится труба. Если этот ремонт аварии коммунальщики берут на себя, то как быть с возможными в перспективе порывами, пока не ясно. Ведь до капитальных работ еще целый год. И все же жители полевой надеются, им больше не придется тратить собственные средства. Правда, отопление в домах и сегодня не появилось. По словам Лебяженцев, днем никто ремонт не проводил. Так что будем следить за развитием событий. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В Барнаул прибыли новые трамваи. Горожане постят в соцсетях видео с синими вагонами, которые везут на платформах для крупногабаритных грузов. В мэрии подтвердили, два трамвайных вагона «Татра Т-3» безвозмездно передала нашему региону Москва. За несколько рейсов планируют привезти и оставшиеся восемь, которые планируют распределить между Бийском и Барнаулом. Это трамваи такие же, как у нас в городе Барнауле, Т-3, но только не модернизированные. У них уже стоит ариостатное управление, энергосберегающее оборудование. Поэтому для нас они будут огромной помощью. После разгрузки и осмотра трамвай отправится в депо номер один. Их покрасит в привычные для барнаульских трамваев цвета. Кстати, вагоны вмещают по 145 человек. Напомним, что еще в сентябре прошлого года Виктор Томенко обратился с просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину помочь с трамваями. Москвичи обещание сдержали. Очередное ДТП со смертельным исходом. Сегодня на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова грузовик МАЗ сбил пешехода. По информации ГИБДД, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода. На момент прибытия полицейских тело находилось под колесами автомобиля. Личность мужчины устанавливается. А между тем, сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге. Особенно в осенний период. Ну а мы продолжим. Жители дома на улице Смирнова оказались в плену многоэтажек и точечной застройки. Так они говорят о ситуации, которая произошла под их окнами. Меньше чем за год там построили 17-этажное здание, которое теперь перекрывает солнечный свет. С возмущенными встретилась моя коллега Ирина Корчагина. С утра, в 11 утра на выходных я уже включаю свет. И нужно включать свет, потому что ребенок уже порисовать нет возможности. В прошлом году Эвелина с мужем купили комнату в доме на Смирнова 92 на мат-капитал. Тесновато для троих детей, но до недавнего времени многодетную семью это жилье устраивало. Пока в нескольких метрах от их дома не выросла многоэтажка. Кирпичный дом на Петра Сухова 34. Света совсем не попадает. Мы снимаем. Тоже купили за материнский капитал. А эта семья вообще уехала пока на съемное жилье. Дело в том, что в этом доме есть и обычные квартиры, и коммуналки. Не повезло как раз тем, у кого одна комната, потому что окна выходят только на 17-этажное здание. Строить его компания «Сиадан» начала еще в 2016 году. По генплану было вообще 4 этажа. Когда мы заезжали в эту комнату, строился только 4-й этаж. Поэтому я как-то, ну солнце поступало, я как-то не вникала в этот процесс. Через год буквально вот уже достраиваются уже 17-й этаж. Потому что не было генерального плана, нового генерального плана застройки Барнаула, города. В частности, потока, который по генеральному плану должен был стать многоэтажным. Но на тот период дали разрешение только на 3-4 этажа. «Сиада» начала строить дом. Потом где-то в 17-м, 16-17-й год, точно не помним, они прошли слушания. На этих слушаниях им разрешили поднять этажность до 16-17 этажей. Подобная ситуация недавно чуть не произошла на улице Гущина. Там компромисс не нашли местные жители и компания «Регионстрой», которая решила возвести 10-этажный дом на этом пятачке. Как там известно, застройщик еще не опустил руки, идут суды. Но все же жители боем отстояли свой двор. В нашем городе уже были такие случаи, например, на улице Гущина, когда вполне по проекту все у нас нормальная с инсоляцией. Когда жители начинают делать свою экспертизу платную, получается, что... Жители на Смирнова-92 сомневаются, что кто-то задумывался об уровне инсоляции, когда вдруг из трех-четырехэтажного здания здесь решили построить 17. Мы хотим выяснить этот момент, поэтому отправили запрос в мэрию. А мамы, которые не по своей воле оказались на темной стороне, хотят выйти на застройщика, чтобы мирным путем решить конфликт интересов. И если ситуация не прояснится, в прямом и переносном смысле – идти в суд. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня день рождения Алтайского края. Ему исполнилось 84 года. Губернатор поздравил жителей с этой даты и отметил, что в регионе живут люди с сильным характером, которые умеют трудиться и достигать поставленных целей. А между тем, у столицы края Барнаула начинается новая страница истории с новым гербом. Конь, которого так боялись потерять жители краевой столицы, остался теперь их даже два, но за границами счета. Однако и после принятия главного символа города у некоторых остались сомнения насчет необходимости такого шага. Перемена бессмысленна, потому что герб – это просто символ. Противник замены герба Данил Дегтярев мнение не поменял. Историк, краевед и общественник игнорировал и само обсуждение новых вариантов. О замене герба в Барнауле объявили в июле. Геральдисты отказывались признавать наш герб из-за коня – символа Томской губернии. Спустя два месяца коня действительно не стало. Это и возмущает историка. Мы не входим в состав Томской губернии, мы убрали коня. Но так у нас, извините, и сереброплавильного завода нет. Зачем нам тогда металлургическая печь? В том созыве, когда мы принимали решение убрать вот эту линию между конем и печью, и у нас конь остался парить в небесах, это была попытка города отстоять коня. Потому что действительно на протяжении 20 лет администрация города, учитывая мнение людей, ну, хотим мы коня, мы к нему привыкли, да, пыталась в герардическом совете отстаивать. Какую-то часть мы нашей истории почему-то считаем важной, какую-то часть мы считаем неважной. Так нельзя. То есть, либо мы всю историю считаем важной и сохраняем символы, либо мы всю историю считаем неважной, как очень часто делали же в советское время. Там перечеркивали старые царские символы и просто с нуля создавали новые символы. Чем Барн-Ул отличается от всех других городов? Ну, да по сути, вот, наверное, только правда символа Мариера. А вот Марина Панкрашова, наоборот, уверена, что историю не предавали. И новый герб – это не замена, а возвращение к прошлому. Кони в этом варианте вынесли держать щит, корона появилась как символ краевой столицы, а обрамляющая лента – орден Октябрьской революции, который присвоили Барнаулу в 80-м. Депутат говорит, теперь по гербу можно учить историю края. Это не только город Барнаул сейчас столкнулся с такой проблемой. По всей Российской Федерации, наверное, наступило время привести в порядок вот такие символы городов. Раз в Барнауле теперь есть новый герб, проблем с установкой стелы город трудовой доблести не будет. Однако и тут противники изменений негодуют. Мол, говорить нужно о другом. Про состояние общественного транспорта, про дороги, про коммунальную инфраструктуру, про озеленение, про памятники архитектуры. Вот это нужно говорить и обсуждать, а не гербы и стелы, и прочую вот такую обертку и символику. Замена символов города будет мягкой и продлится до 30-го года. Кстати, расширенную версию с конями мы будем видеть редко. А более популярным будет малый формат – щит с печью. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. По статистике, каждый второй взрослый в крае страдает заболеваниями системы кровообращения. У 500 тысяч гипертония, более 100 тысяч страдают ишемической болезнью. Накануне Всемирного дня сердца наша съемочная группа побывала в краевом кардиодиспансере, где оказывают помощь сердечно больным со всего региона. Как здесь помогают тяжелым пациентам и как работают в условиях ковида – в сюжете София Яценко. Здравствуйте. Как ваше самочувствие сегодня? Вы знаете, доктор, что с каждым днем все лучше и лучше. Этому оптимистичному мужчине 71. Он ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек. Несмотря на это, пережил два инфаркта. А сейчас стал пациентом регионального центра ХСН. Здесь спасают больных с хронической сердечной недостаточностью. Сюда попал в крайне тяжелом состоянии. Меня на скорой привезли. Я очень замерз. Меня в одеяло, прям в три одеяла закутали ребята. Оперативно. Понимаете? Я не мог ни дышать, ни двигаться. Сначала была реанимация, теперь качественная терапия. Благодаря чему Анатолий Владимирович стал чувствовать себя гораздо лучше. На фоне проводимой терапии динамика у вас положительная. Показатели УЗИ сердца стали значительно лучше. В частности, фракция выброса стала лучше. К слову, центр, где занимаются такой болезнью, единственный не только в крае, но и в стране. Благодаря слаженной работе, говорят врачи, удается оказывать помощь тяжелым пациентам. Каждый пациент может позвонить и сказать в трубку «мне плохо». И ему доктор на другом конце телефона ответит «приезжайте». То есть такой возможности сегодня пациент не имеет получить в каких-то других структурах, потому что это бесконечное получение талонов, запись к врачам, дефицит врачебных кадров и так далее. Поэтому мы пошли путем повышения доступности помощи нашим тяжелым пациентам. Это ишемический анамнез. Ранее у нее имеются инфаркты, инсульты в анамнезе, госпитализации в кардиологические отделения. Благодаря колл-центру люди с заболеванием сердца могут из любой точки региона получить своевременную помощь. При подозрении на острый коронарный синдром или нарушение ритма врач или фельдшер из ФАПы, из поликлиники звонит нам по телефону. Мы определяем диагноз, вырабатываем тактику ведения пациента, оказание помощи и определяем маршрутизацию. Такие решения в области кардиологии позволили снизить региональные показатели смертности от болезни сердца. И это при том, что ситуацию осложнила коронавирусная инфекция. Ковид плюс инфаркт у них, как правило, высокий риск тромбоза стента. Мы установили стенд и риск тромбоза у него высокий. У нас порядка 7% больных, стентированных на ковиде, у которых выявлен потом тромбоз. Их брали в операционную повторно, оказывали им помощь, ставили еще стенд, убирали тромб. Это достаточно сложные и тяжелые больные. Оказывается, помощь тоже высокотехнологичная в Рубцовском медико-географическом округе. А это 13 районов. То же самое в Бийском медико-географическом округе. И это тоже улучшение доступности и качества оказания помощи кардиологическим больным. Или приехать с Волчики в Рубцовск, да, или приехать в Барнаул. Это все и быстрота, и качество, и, конечно, удобно. Врачи уверены, центр поможет улучшить качество оказания помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. А значит, динамика показателей смертности будет двигаться только в положительную сторону. София Яценко, Данил Захаров. День с толком. В Барнауле прошел чемпионат и первенство края по кинологическому спорту. Специалисты говорят, сейчас этот вид переживает упадок. Былой интерес у спортсменов пропал, как и желание подходить ответственно к воспитанию своего питомца. С теми, кто по-прежнему в строю, профессиональными кинологами и просто любителями собак, пообщалась Анастасия Наборщикова. Кинологический спорт не про собак, он про людей. Про тех, кто готов быть рядом, учить и, конечно, брать ответственность сразу за двоих. В Барнауле прошло первенство края по кинологическому спорту. Комбинированный триал, фристайл и аджилити. За звание лучшего соревнуются более 30 спортсменов. Наш герой Константин Калагуров. Со своей собакой по кличке Арчи Баль познакомился два года назад. С тех пор постоянно вместе. Во время дисциплины аджилити Косте даже пришлось догонять Арчи. Собака проходила барьеры без проблем и сходу. А вот стометровка оказалась менее удачной. Как сказали судьи, не выдержал. Попасть на соревнования, как перелезть в барьер знаний и навыков. Сегодня собаководы должны знать, что такое собака, уметь ее выдрессировать и социализировать. В наше время далеко не каждый хозяин утруждает себя подобным. Последствия такого отношения – улица и стаи бездомных. Но эти соревнования – как попытка изменить ситуацию. Нам хотелось бы создать такую инфраструктуру кинологического спорта в городе и в крае даже. Чтобы, во-первых, люди могли в шаговой доступности прийти, начать заниматься каким-то спортом с собаками. Мы сейчас реализуем проект при поддержке фонда президентских грантов. И он именно направлен на профилактику бездомности. Мы, как вы видели, специальная собака по поиску наркотических веществ и оружия. То есть поиск оружия, боеприпасов. То есть ты куда-нибудь на границу хочешь? Да, хотелось бы на границу куда-нибудь. По итогу эта дружба получила золотой оттенок. Костя и Арчи стали первыми в дисциплине комбинированный триал. Их успех, кстати, может повторить каждый. Сегодня Федерация кинологов готова заниматься и с простыми любителями собак. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. Ну и о большом спорте. В 14-м туре ФНЛ «Динамо» Барнаул в меньшинстве уступили в гостях Ульяновской «Волге-02». Если в первом тайме были качели, моменты создавали как гости, так и хозяева, то вторые 45 минут – полная противоположность. Удаление нашего защитника Юрия Юдина в самом начале второго игрового отрезка повлияло на сценарий игры. Барнаулцы держались до 68-й минуты. Первый гол забил Беляков, а спустя 15 минут в протоколе матча отметился Герюгов, сделав счет 2-0. На послематчевой конференции главный тренер «Белоголубых» Александр Суросов высказался о молодых футболистах. Молодым людям надо задуматься, все-таки не может все быть только на ветеранах. Иногда должны молодые игроки, то есть братьев на себя, где-то принимать решения, где-то сохранять мяч, отмечать делаемся. Ну и, конечно, в обороне такие ошибки и такие ляпы делать, конечно, нельзя. В турнирной таблице барнаульцы занимают 8-е место с активом 16 очков. Следующая встреча также пройдет на выезде, но уже в Тольятти, против местной «Лады» 30 сентября. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.